Сегодня у меня по плану стрижка моей зеленой изгороди, моих туй. Здесь у меня растут туи брабант и буду стричь их в этом году я первый раз. Приготовила вот такой аккумуляторный нож. Не хочу пользоваться электрическим кусторезом, потому что для этих туй он и не нужен, потому что это первая стрижка и мне нужно остричь у них только вот эти кончики. Нужно сделать стрижку так, чтобы мои туи начали загущаться. Им уже третий год. Я уже спокойно в этом году делаю первую стрижку. Можно было начинать пораньше, но они были очень слабые. Пришли ко мне, вернее сказать, купила их ослабленными, немножечко лечила от грибковых заболеваний. И вот в первый раз в этом году решила сделать им такую корректирующую стрижечку для того, чтобы они начали наращивать зеленую массу и загущаться. Срезаю все зеленые кончики. Зеленые кончики. Нужно зарег весь этот цветущий прирост здесь заложились уже почки для цветения для шишек если не убрать его образуются шишки и очень много тогда тратит туйка сил на то чтобы вызрели эти шишки это цветение говорит о том что было у туи стрессовое состояние и я сейчас постараюсь срезать все вот эти приросты на которых образовались шишки а 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 не очень сильно я их обстригла немножко немножко срезала постаралась резать хвоинки с каждой листовой пластины для того чтобы они загустились я пока не придаю им форму я просто их стригу для загущения точно так же эту свою с более старую тую высокую я тоже стригу для того чтобы она загустилась стала такая плотная верхушки у них я не срезала хочу чтобы нарастала высота мне нужна высота примерно метра 4 чтобы она была я так себе планирую сделать высоту у этих моих туибра бант 4 метра теперь постриженные свои тучки обработаю мегафолом это у нас активатор роста с антистрессовым эффектом в принципе это конечно органа минеральное жидкое удобрение которое работает как антистресс немножко уже оно я его перевернула и оно мне потекло и запах у него такой натурального удобрения очень даже приятный совершенно не химический использовать буду конечно же по инструкции я уже просчитала сколько мне нужно на 6 литровый опрыскиватель которым я снова пользуюсь своим 6 литровым опрыскивателем и сейчас я разведу и обработаю все постриженные только что мной туйки а и 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 Потому что здесь, в этой части, находится у нас юг. Южное солнце падает вот на эту часть ёлки. Юг у меня там сзади, за моей спиной. А здесь у меня западное. Солнышко попадает на эту ёлочку. Вот когда уже солнце садилось, оно оказалось ещё слишком ярким и слишком жарким. А я уже пролила свою ёлочку. И она у меня получила вот такой ожог. Поэтому тоже сейчас её обработаю мегафолом. Вот так вот очень хорошо, тщательно обработаю. Она у меня уже обработана от вредителей, баковой смесью и акарицидами от клеща. И фунгицидными препаратами. И обработана была препаратом хелатин хвоя. Это препарат удобрения для хвойных растений. Хорошее удобрение. Я его использую в баковой смеси. Сейчас вот так ещё пройдусь мегафолом. И буду надеяться, что ёлка в этом сезоне уже придёт в порядок. Ещё вот эта часть нижняя у неё очень сильно обсохшая. Я обработала фунгицидами и акарицидами. Просто внутрь ели. Туда внутрь всё это пролила. И надеюсь, что она у меня всё-таки примет более декоративный вид. Позапрошлом сезоне я её остригла. Всё с ней было как бы хорошо, но я постаралась. Хотела как лучше. А получилось не очень хорошо. Потом буду рассказывать, показывать, как всё-таки работает мегафол. Я пользуюсь ним первый раз. Честно говоря, его действия ещё не знаю. Не испытала на своих растениях. Я использовала другие препараты. В основном эпин, циркон. Вот такие. Здесь у меня две ёлки. Но вторая пострадала немножечко меньше. На неё падала больше тень. Но она до этого пострадала у меня от грибковых заболеваний. Я вырезала сухие ветви изнутри. Сейчас делаю всё, чтобы она загустилась. Заодно решила пройтись по недавно остриженному можжевельнику. Уже прошло больше недели. После того, как я его обработала баковой смесью, корицидом, фунгицидом, инсектицидом. Прилипатель был. И что я ещё использовала? И использовала хилатин хвоя. Теперь хорошо пройтись антистрассовым препаратом. Для того, чтобы он наращивал зелёную массу. Препараты я все использовала. Я рассказывала системного действия. Скоро нужно будет повторить обработку. Через две недели нужно обрабатывать повторно. Я буду обязательно это делать. Очень много вредителей в саду. Очень много всяких летающих насекомых. Поэтому, думаю, обязательно нужно сделать повторную обработку. Хотя бы от вредителей. Я хочу, чтобы нарастил хорошую зелёную массу. Такие густые подушки. Поэтому постараюсь в этом сезоне вот так максимально делать все обработки, которые положены и как положены по срокам. Ничего не пропускать. Если получится. Если погода позволит. У нас ведь не получается. В основном из-за того, что дожди идут. Долго думала, сомневалась, чем обработать флоксы. Вот сейчас просто подсыпала пепел. Его нужно заделать в землю. Обязательно нужно заделать в землю для того, чтобы он работал. И решила всё-таки, что мегафолл и будет этим первым удобрением. Который я буду использовать для своих флоксов. А дальше я покажу. Я купила ещё одно очень хорошее удобрение. Такой хороший состав. И НТК комплекс как раз такой, как нужно для флоксов. Я попозже покажу, когда буду ним обрабатывать. Но это уже будет происходить тогда, когда будет бутонизация. Заодно и пиончики. Хотя листья ещё не полностью раскрылись. Но в основном флоксы. Флоксы уже вышли и раскрылись. Листья у них использовала на флоксы. Никогда не удобряла свою децентру. А сегодня остатки этого удобрения, этого мегафола, досталось и децентре. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам оно было интересным. И до новых встреч!